В Центре культуры и отдыха факел городского округа Фрязино поистине торжественная атмосфера. 20 ноября знаменовалось важным событием для всего муниципалитета – инаугурация Игоря Сергеева на должность главы, прежде исполняющей обязанности руководителя местной администрации. Теперь он будет совмещать обе должности. Главой Фрязино Игорь Сергеев был избран решением местного совета депутатов от 12 ноября. Поздравляю вас с избранием главы города Фрязино, желаю вам успехов в деятельности на благо жителей города Фрязино и вручаю вам от имени совета депутатов, жителей города удостоверение главы города, высшего должностного лица городского округа Фрязино. Плянусь при осуществлении полномочий главы города Фрязино соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Московской области, устав города Фрязино и в своей работе обещаю уважать и охранять права и свободы фрязинцев в рамках предоставленных мне полномочий. Церемония вступления в должность главы – событие, значимое не только для фрязинцев. Десятки приглашенных гостей приехали поздравить Игоря Сергеева. Желаю вам тоже удачи, благополучия. Поздравляю всех жителей города Фрязино с избранием нового главы. Успехов вам в вашей непростой и ответственной работе. Будьте здоровы. Есть огромный научный потенциал. Он, конечно же, существенно всегда дополняет развитие всех абсолютно отраслей. Здесь сделано очень много. Продолжить, приумножить, сделать лучше. А мы будем вместе всегда помогать. Мы в Щелковске, в Щелковске, как ближайшие соседи, готовы к взаимодействию во всех сферах жизни наших городов. Просветания вам! И действительно, Фрязино – крупный научный центр. Еще в 2003 году городскому округу был присвоен статус «Наукограда». И здесь стремятся не только держать планку, но и приумножать высокий научно-технический потенциал. К примеру, многие фрязницы трудятся на местном градообразующем предприятии «Исток» имени Шокина. Производство выпускает около третьей всей номенклатуры изделия СВЧ «Электроники России». Развивать и приумножать производственную базу городского округа – такова цель нового руководства муниципалитета. В первую очередь мы хотим осуществить создание особоэкономической зоны технико-менедренческого типа. Она имеет имя «Собственное исток» называется. Документы в настоящее время находятся на подписании в правительстве Российской Федерации. Мы ждем, что в ближайшее время к нам придет, как мы его называем, второй поток резидентов-инвесторов. Это иностранные компании, это серьезнейшие компании, которые позволят нам в значительной степени сделать прорыв и научно-технологический, и производственный, и в том числе и в социальной сфере. Кроме того, новое руководство муниципалитета делает ставку на развитие двух кластеров – инновационно-промышленного и инновационно-территориального. В обоих вряд ли она попала в пул отбора. А это значит, что уже в следующем году проекты, разработанные местными предприятиями научно-производственного комплекса, должны получить средства на их реализацию из федерального бюджета. Вот эти самые основные наработки, они просто, я хочу завершить, как бы логически это правильно, делаются не просто для самих наработок, для самих предприятий, или как мы его называем, научно-производственного комплекса, они делаются для людей. Это повышение уровня комфортности жизни жителей нашего города. Руководство Фрязина особое внимание будет уделять и внешнему облику города, благоустройству территории и строительству нового жилья. Но реализовать задуманное удастся только совместными усилиями и администрации, и депутатского корпуса, и фрязинцев. О том, как важно работать сообща, Игорь Сергеев понял еще давно, подсказал большой трудовой путь. Работу в Министерстве регионального развития Российской Федерации, в различных комитетах Госдумы. Теперь Игорь Михайлович будет работать на благо фрязинцев, и обманывать доверие наукоградцев он не собирается. Поддержка жителей, поддержка всех наших ветвей власти, для меня это основа. Без нее просто нельзя. И это, еще раз повторюсь, не пустые слова.